Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия очередной выпуск программы «Персона» в студии журналист Александр Белов и Юлия Стройкова. А в гостях у нас сегодня пресс-секретарь главы Чувашской республики Михаил Юрьевич Вансяцкий. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, зрители. Михаил Юрьевич Вансяцкий. Родился в Смоленске 2 августа 1963 года. Окончил Московский государственный открытый педагогический университет имени Шолохова. Педагог-психолог, социальный педагог. Два года служил в Советской армии. 20 лет работал на производстве слесарем-механосборщиком, оператором магистральных газопроводов. Свою первую статью написал в газету «Вестник ЛДПР» в 1997 году. Профессионально в журналистике с 2000 года. Корреспондент газеты «Московский комсомолец» в Чебоксарах. Начальник отдела спецпроектов газеты «Советская Чувашия». Главный редактор газеты «Аргументы и факты» Чувашия. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» в Чебоксарах. С августа 2012 года пресс-секретарь главы Чувашской республики. Женат, двое детей и внучка. Короткая предыстория перед первым вопросом. Где-то лет 10 назад я пригласил в свою программу «Обзор местности» тогдашнего руководителя пресс-службы администрации президента Чувашии, мне, к сожалению, покойного Бориса Кузьмина. Он даже как-то вдохновился, пообещал рассказать массу интересного. А потом позвонил на следующий день, извинился и сказал, что ему запретили идти на этот эфир, поскольку он фигура не политическая. Вы пришли. Следовательно, вы политическая фигура. Следовательно, мне никто не запретил прийти на этот эфир. Я себя не считаю политической фигурой, но в то же время я не вижу ничего зазорного, чтобы пресс-секретарь главы республики пришел на телевидение и ответил на вопрос. В этом ничего такого нет. А вот какая разница между руководителем пресс-службы и просто пресс-секретарем? Ну, любая работа делится на творческую, организационную и техническую. Это имеет три составляющих. У пресс-секретарей это больше работа творческая, большая часть моей работы творческая, а в пресс-службе у них больше техническая, организационная работа. А вы сами изменились как человек, когда стали руководителем пресс-службы? Нет, конечно. Почему нужно измениться? То есть вы в первую очередь журналист, потом уже все остальное? Я человек в первую очередь, а потом все остальное. Ну вот если мы откроем в компьютере официальный портал органов власти Чувашской республики, раздел администрации главы республики, то ваш портрет идет следом сразу за портретом руководителя аппарата Александра Степановича Иванова. Следовательно, вы второй человек в аппарате? Знаете, я не знаю, чем отличается второй человек в аппарате от пятого или от четвертого. Ну, поставили мы фотографию вторую, ну, стоит она вторая. Повезло. Поставили бы пятую, но я бы тоже не переживал. Вот по этому поводу у меня есть анекдот. Не могу удержаться, чтобы его не рассказать. Анекдот советских времен. Первый человек в районе – это первый секретарь райкома партии. А второй человек в районе – это не второй секретарь райкома партии. Это водитель первого секретаря райкома партии. Ну, вот эти вот вопросы, которые мы задавали, они, может быть, кому-то зрители покажутся пустяковыми, такими, может быть, даже и неуместными. Но нам важно выяснить расстановку сил на информационном поле республики, определиться, кто и как формирует информационную политику в Чувашии. Вот поэтому мы и постарались выяснить по расстановке, так сказать, где, какой портрет стоит и с какой стати, да? Ну, я бы хотел бы добавить, что все-таки еще помимо портретов, которые стоят на сайте администрации, у нас есть еще Министерство информационной политики и массовая коммуникация Чувашия, которая тоже принимает самое непосредственное участие в формировании информационной политики. Раз уж вот вы вспомнили про партию, вы, кстати, являетесь членом какой-либо партии? Нет, нет. Я вступал в ЛДПР, побыл там, по-моему, года два, и мне этого хватило, больше я не вступаю в какие-то партии. Ну вот, если мы вспомним распоряжение главы Чувашии, согласно которому была учреждена, введена ваша должность, то в нем говорится, что пресс-секретарь обязан обеспечивать взаимодействие главы со средствами массовой информации. И как? Удается это взаимодействие обеспечивать? Ну, я считаю, что удается. Если брать количественные показатели, то за год, даже какой год, ну, наверное, с августа месяца, ну, за восемь месяцев, вот сколько я работаю, в этой должности уже прошло депресс-конференции главы, уже около семи интервью он дал. То есть достаточно он открытый и достаточно часто встречается со средствами массовой информации. То есть я считаю, что здесь взаимодействие налажено, и оно достаточно хорошее, эффективное. Ну, вообще, когда говорят о взаимодействии, то подразумевают фигуры, если неравные, то как в определенной степени независимые друг от друга. Ну, а о какой независимости средств массовой информации мы можем говорить в нашей республике? Ведь абсолютное большинство из них государственные. Им достаточно приказать, нужно сделать именно так, а не иначе. И все. Что тут взаимодействовать-то особенно, церемонии разводить? Не могу я с этим согласиться, потому что даже государственному СМИ приказать нельзя. У нас есть законы на средствах массовой информации, и наши СМИ, они достаточно свободны в своей информационной политике. По крайней мере, каких-то жестких установок ни перед кем не стоит. Что касается взаимодействия на равных, как вы говорите, ну, глава республики встречался и в формальной остановке, встречался с руководителями средств массовой информации, и в неформальной остановке. Туда приглашались как руководители государственных СМИ, так и люди, которые работают в негосударственных СМИ, в независимых. Опять-таки, я не вижу каких-то проблем во взаимодействии между главой республики и руководителями средств массовой информации. Может, у них какие-то проблемы есть с главой? Я о них ничего не знаю. Всегда была пресс-служба президента Чувашской республики, затем была пресс-служба главы Чувашской республики. Появилась новая должность, пресс-секретарь главы. Чем была вызвана вот эта необходимость введения этой новой должности? Пресс-служба, она находилась в составе управления, управление в составе администрации. То есть, пресс-служба, она получала информацию от главы через треть руки. Сейчас вот этот принцип испорченного телефона с введением должности пресс-секретаря, он убран. То есть, пресс-секретарь, он не подчиняется главе администрации, поэтому имеет доступ непосредственно к самому главе. То есть, он получает информацию для СМИ напрямую от главы, а не через руководитель секретариата, потом докладывает руководитель администрации, руководитель администрации начальника управления, начальник управления по службе. Пять человек проходят, информация на выходе искажается. Этот принцип он написан в психологии, а сейчас она не искаженная, уже поступает непосредственно от главы ко мне, а от меня в жертвую службу. А вот сейчас, когда говорят или произносят имя Михаила Вансяцкий, все говорят, ну, Вансяцкий сейчас на коне. Но я помню те времена, когда Вансяцкий был в некой опале. И получилось это потому, что вы задали не очень удобный вопрос президенту Чувашской республики Николаю Федорову. Что это была за история? В опале я был точно так же, как любой журналист, который позволял себе в СМИ какие-то критические высказывания по вопросам принципиальным. Я тогда был главным редактором аргументов и фактов. И несколько публикаций в газете прошло. Но не таких уж очень серьезных, никакой там жесткой особой критики не было. Но они задевали такие, видимо, сотрудники, которые, в общем-то, были болезненные достаточно для Николая Васильевича. Потом у него состоялся разговор с Никитой Колесниковым, руководителем группы компании «САВА», которые в то время были партнерами АИФ в Чувашии. Господин Романцов пригласил меня к себе в гости, кто-нибудь помнит, кто помнит фамилию сейчас, наверное, на слуху. Тоже он тогда был один из руководителей «САВА». Он меня вызвал и со мной поговорил по душам, что вот нельзя, недопустимо, да. Вот вы какие выражения себе позволяете, как вы позволяете вообще эти темы поднимать в газете, нельзя этого делать. Ну вот, ну, а потом уже после этого уже состоялся круглый стол, до которого я, в принципе, тоже достаточно безобидную вещь сказал, что наша пропаганда в республике, да, вот наш способ подачи информации, информационная политика, она превращается все больше, становится похожа на советское, в советские времена. И я привел даже тогда строчку из песни знаменитой «Мы уверены, хватит бумаги доказать, что мы всех впереди». Вот я имел в виду, что очень много внимания в отчетах уделяется цифрам о том, что у нас достигнуты большие успехи в экономике, в то же время мало кто обращает внимания, как эти цифры сказываются на жизни людей. Вот, вот такую я вещь высказал, и там как-то получил довольно гневную оповедь от Николая Васильевича. Но это уже было как бы следствие всех вот этих наших заочных взаимоотношений, которые уже сложились к тому времени. Ну вот, пока мы далеко не ушли от той независимости, в которой сейчас пребывает государственное средство массовой информации, Ну вот они могут делать все, что угодно. Однако каждую неделю по понедельникам Василий Юрьевич Ванзятский и министр информационной политики Валентина Андреева собирают главных редакторов на планерку, где им, значит, излагают политику партии правительства. И они должны, в принципе, следовать тому, что вот на этой планерке сказано. Формулировка, конечно, не то, что вы обязаны. Мы вас просим, мы вам напоминаем, мы вас приглашаем. Но от этого не меняется. Ну, вы, наверное, просто не бываете на этих планерках. Я перестал. Хочу сразу сказать. После определенного периода я перестал бывать, да. Потому что то, что вы сказали, я, например, будучи на этих планерках, ни разу не слышала. Ну, я помню, вот сколько я работаю. Один раз только Александр Борисович на планерке видел. Вот. Но это не совсем так. Итак, мы говорим о том, что происходит в республике на планерках, да, что происходит на этой неделе. И какие темы кажутся интересными. Вот. На каких темах следовало бы акцентировать внимание нашим СМИ. Вот. По-моему, нормально ознакомить главных редакторов с планом на неделю, что произойдет на этой неделе. Ну, да. Идактора сами не умеют читать. Им надо самое в уши вложить, что там в плане работы стоит. В советские времена такие планерки не проводились. Ну, это не совсем так, Александр Борисович. Я сам не соглашусь. Как раз тут мы от этого ушли, что было раньше. Когда приходили главные редакторы и начальник управления информационной политики, им зачитывал план. Ничего подобного сейчас нет. Я просто... Речь идет об акцентах. Я просто... Исключительно об акцентах и не о чем больше. Профессии, еще раз повторяю, что в советские времена этого не было. Этого не было и в 90-е годы. Эта практика появилась где-то в начале 2000-х. Вот стали тогда вот собирать, стали пытаться сформулировать какую-то единую информационную политику. Но все-таки вернемся к взаимодействию. Вот вы вот рассказали, как все хорошо, все складывается у всех нормально. Буквально утром мне позвонил руководитель информационного издания «Правда ПФО» и рассказал, что по инициативе Михаила Юрьевича Вансяцкого пришла к ним прокуратура, которая их там проверяет и пытается добиться закрытия этого издания. Вот если можно, вот как-то этот момент прокомментируйте, пожалуйста. Ничего подобного, никто не пытается... Хотя, конечно, я не могу говорить за прокуратуру. Я направил действительно письмо и в Роскомнадзор, и в прокуратуру. Оно было связано со следующим. На мой взгляд, сотрудники газеты «Правда ПФО» грубейшим образом нарушали закон о средствах массовой информации. А что касается этого ресурса, о котором вы так копичетесь, он зарегистрировался, насколько я знаю, зарегистрировался. Он в Екатеринбурге, за ним стоит политтехнолог, сфера интереса которого распространяется на Екатеринбург, на Урал, на Западную Сибирь. Ну, ничего здесь говорить не буду, пусть телезрители сами решают, зачем к нам пришел сюда предприниматель-политехнолог из Екатеринбурга, зачем он вкладывает средства в наши, значит, средства массовой информации, значит, деньги какие-то вкладывает, значит, и пусть телезрители сами решают, делают выводы. — Смысл? Вот я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, хорошо, но обострелись у вас отношения фактически с единственным оппозиционным изданием, которое сейчас есть в республике. И что? С чего вы добились? Все равно оно будет выходить? — У нас они не обострялись и не притуплялись. То есть у нас отношений каких-то с ними особых нет. У нас с ними отношения такие же, как со всеми средствами массовой информации. Если бы нарушали закон о СМИ, на мой взгляд, другие газеты, я бы точно такое же письмо бы написал и в прокуратуру, и в Роскомнадзор. Ну, Михаил, вот я зрительно вспоминаю распоряжение главы Чуваши об учреждении должности пресс-секретаря. Я не могу вспомнить, что там в должностные обязанности входит выявление нарушения закона о СМИ. Для этого у нас существует целое ведомство, Роскомнадзор, там 40 человек, по-моему, работают, которые занимаются выявлением этих нарушений. А вам-то зачем это нужно? Мне понятно, ваша позиция такая, гражданин это вас не касается, то проходите мимо. Позиция удобная, конечно, в принципе-то, и, наверное, большинство людей пользуются. Вот если какое-то правонарушение совершается, то мы проходим мимо, не обращаем на это внимания, как вы говорите, нас это не касается. В наши обязанности не входит пресекать эти нарушения, это входит в обязанности полиции. Потом люди приходят домой, открывают интернет и начинают кричать на всю страну, ай-яй-яй, куда смотрят полиции, преступность обнаглелась совсем. Позиция хорошая, наверное, позиция беспроигрышная. Как у нас в народе говорят, рыбка съесть и на елку влезть. То есть и гражданскую активность свою проявить какую-то, и в то же время неприятностей себе не нажить. Ну, я, наверное, не такой человек, просто по-другому воспитан. Вот я из тех, кому это больше всех надо. Я все время вмешиваюсь, когда вижу какую-то несправедливость творящуюся. Вообще, вот власть, она не чувствует определенный дискомфорт от фактического отсутствия оппозиционной прессы в республике. А ведь без оппозиционной прессы невозможно создание гражданского общества, о котором мы так все вместе говорим. Для меня слово «оппозиция» ассоциируется с политическими партиями, которые сегодня не являются властью, не являются правящими, но хотят ими стать. И, соответственно, оппозиционная пресса – это пресса, которая отражает взгляды этих самых политических партий. Я не знаю, в чем у нас проблема с оппозиционной прессой в республике. У нас все политические партии, и правящие, и неправящие, у них у всех издаются свои газеты. Принципиальной разницы между газетой правящей партии и газетой оппозиционной партии я не вижу никакой. И те, другие занимаются одними и тем же пропагандой. Какое отношение они имеют к построению гражданского общества, тоже, честно говоря, не очень хорошо понятно. Потому что гражданское общество – это совокупность граждан, это общественно-политическая жизнь, которая протекает вне государственной власти. А наша оппозиция, хотя она и называется оппозицией, на самом деле она входит в систему государственной власти. Представители оппозиционных партий входят в парламент, в органы государственной власти. Они занимают должности, они получают зарплату, сидят в тех же самых кабинетах. Они те же самые представители власти. У нас просто перевернуто все с ног на голову. Они говорят, что правящая партия – власть, а мы – гражданское общество. Да никакого отношения они не имеют к гражданскому обществу. Что касается оппозиционных СМИ, я уже про это сказал. Что касается вообще СМИ, которые ругают власть или критикуют власть. На мой взгляд, степень развития гражданского общества никаким образом не определяется количеством критических статей, или ругательных статей в адрес власти. Степень развития гражданского общества определяется уровнем гражданской культуры, уровнем правового сознания, уровнем образования. И на мой взгляд, конечно, я могу ошибаться, на мой взгляд, она в первую очередь определяется уровнем развития самоуправления. А если у нас люди наши не хотят взять ответственность за управление даже собственным многоквартирным домом, то о каком гражданском обществе вообще можно вести речь? На хоть тысячу вы напишите критических статей, но если люди не хотят сами управлять своей жизнью, гражданское общество никакого мы не построим. Я, например, помню, как сам, будучи еще главным редактором ММК, критиковал, и правительство нынешнее критиковало, критиковал, например, за создание инвестиционной корпорации, которая, как тогда говорили, она проест эти деньги. Тогда же очень многие эксперты говорили, что корпорация просто проест деньги, и руководитель оттуда уйдет. И это и произошло. Вы критиковали за политику, которая проводилась в то время в отношении обанкротченных отставовских предприятий текстильных, когда правительство нас уверяло всех, что проблем нет. Мы полностью имущественный комплекс, мы проводим политику, мы его сохраним, мы делаем все, чтобы его сохранить. И после критики правительство изменило свое отношение. Они уже стали задумываться о том, что делать потом с рабочими, когда эти предприятия закроют. И уже правительство было готово, когда закрыли ХБК, оно уже было готово трудоустроить, переобучить и провести все эти необходимые меры, которые нужны были, чтобы снять социальную напряженность после закрытия предприятия. Критика необходима, если она хорошая, правильная, конструктивная. Если она приводит к тому, чтобы положение улучшалось, ее можно только приветствовать. А кто определяет, хорошая критика или плохая критика? Хорошая, наверное, это я неправильно сказал. Критика объективная, если она полезная. Не хорошая, полезная, наверное, хотелось бы сказать. А ругань в адрес власти ничем не обоснованная. Манипуляция фактами, подтасовка фактов, манипуляция количеством информации. Когда часть информации сообщается, часть информации умалчивается, только для того, чтобы создать эмоциональный фон у читателей. Ну, наверное, это нужно кому-то. Ну, вот сейчас мы займемся конспирологией. Какой-то зреет заговор, который так вот и норовит какую-то информацию таить, а какую-то выдать, чтобы что-то там создать такое вот нехорошее. Что-то я вот сколько себя помню. Вот все время у нас, вот при советской власти то же самое было, при демократах, при Федорове, сейчас при Игдатею одно и то же. Вот почему-то это никак не меняется. Все время у нас есть какие-то враги, которые замыслы какие-то выращивают, взращивают против действующей власти. Понятно. Я не говорил о каком-то заговоре, о каких-то врагах, но просто есть люди, которые используют СМИ как способ достижения цели. И вот эти приемы подачи информации, приемы искажения информации при подаче, они, в общем-то, все описаны в психологической науке. Там есть такой раздел, посвященный лжи. Там примерно десяток способов исказить информацию. Михаил Юрьевич, вы долгое время работали просто журналистом. И, конечно же, у вас осталось много товарищей и приятелей в нашей среде. И вот сегодня, когда вы стали руководителем, когда вы стали пресс-секретарем главы, не изменилось ли отношение коллег к вам и ваше отношение к своим коллегам? Не стали ли они ему говорить, Миш, ты забыл, вот как мы с тобой вот тут сидели, как мы говорили, как мы писали, ты сейчас изменился? Вот есть такое? Есть такое. Потому что у меня нет времени с ними встречаться абсолютно никакого. Я в 7 утра выезжаю на работу, и в 8 вечера я уезжаю оттуда с работы. Поэтому, да, есть проблема такая, что мы реже встречаемся, и я иногда такие упреки слышу. Но не потому, что я там зазнался, это просто... А часто бывает, что... Очень мало времени на личную жизнь. Поднимаете трубку и говорите, слушай, вот так писать не нужно, а нужно вот так. А они говорят, а мы не будем вот так писать. Вот что вот тогда вы здесь делаете? Никогда в жизни я не поднимал трубку и не говорил, что так писать не нужно, а так нужно. Бывало, что я после того, как материал вышел, я звонил и спрашивал, а чего вот так-то написали? Мне объясняли вот так-то, так-то, мы так-то, так-то поняли. Ну, хорошо, говорю, спасибо, в следующий раз будем делать так, чтобы вы поняли правильно. Михаил Юрьевич, это у вас часы, которые обращают на себя большое внимание. Насколько я помню, вам подарила глава Чувашской республики на забеге, который проводила советская Чуваша. И вы тогда торжественно поклялись, что никогда не будете их снимать. Я вот смотрю, вы их не снимаете. И всегда очень гордо их демонстрируете. Клятво свое держу. Замечательный был совершенно вопрос, на который последовал ответ. Я вот спрашиваю, почему так написано, почему не так написано. Вот тоже хочется вас спросить о следующем. Вы ведь, кроме всего прочего, пишете какие-то официальные выступления главы республики, там поздравления различные, это уходит в ваши служебные обязанности. Да. Если я сам не пишу, то, по крайней мере, через вас проходит. Вы знаете, вот многих удивило, что совсем недавно в поздравлении главы республики с Днем космонавтики выпали фамилии двух наших космонавтов, Бударина и Монарова. Упоминался только Андреян Григорьевич Николаев. Это было сознательно сделано? Или это ошибка какая-то? Или так модно теперь? Что это? Нет, Александр Борисович, я был тогда в отпуске, и я этого поздравления не видел. Вот, когда я вышел и уже прочитал в интернете все отзывы об этом, вот я, естественно, вызвал руку этой пресс-службы начальника отдела, спросил, в чем дело. Ну, они объяснили это тем, что хотели уйти в тексте от прошлогоднего поздравления. Говорят, ну как, мы их в прошлом году поздравляли, и в этом году поздравляем. Ну, я, честно говоря, я логики не понял, я логики не понял никакой, но вот такая же женская логика. Идти от истории космонавтики. Мы вот ушли, да, вот мы хотели в тексте уйти. Нас часто угадают, что мы копируем поздравления, мы решили, хотели уйти. Ну, вот никакой логики нет в этом, но так и получилось. А я, на самом деле, был в отпуске, я просто не видел. Ну, ляп, да? Это ляп, откровенный ляп. Да, будем считать ляп. Ну, никто не застрахован. Михаил Юрьевич, в пресс-службе главы республики, президента, если вспоминать, да, всегда была текучка, которая сохраняется и на сегодняшний день. Почему? Люди не выдерживают того ритма, того темпа или просто очень тяжело работать? Вот у нас впечатление у вас, Юлия, несколько превратное. Может показаться со стороны, да, что текучка, но вот я вот работаю, еще раз говорю, сколько работы, ушло, три человека покинуло. Все три по абсолютно уважительным причинам. Таня Отенова вышла замуж, уехала в другой регион. Любовь Евгеньевна Шимарина пошла на повышение замминистра информационной политики. Я, Людмила Якимова, она родила в декретном отпуске, находилась. Так что вот ушли три человека, мы заменили Шудешов, не при мне уходил. Нет, ну вообще она имеет в виду. И было одно неудачное назначение у нас, когда действительно мы хотели быстро Людмилу Якимову заменить, потому что перед ним в республике, каждый человек на счету, провели кадровое назначение, оказалось неудачным, человек проработал недолго. То есть сейчас все достаточно стабильно, да? Да, смешишь, да. Вот поспешили, Людмила смешили. А сейчас стабильно, все нормально с этим. Что было раньше, я не могу просто про это сказать. Нет, ну мы помним, там что-то пять или шесть руководителей в пресс-службе сменилось. Когда я работал еще в пресс-службе Федора Николая Васильевича, мы два года работали в одном составе, не менялись вообще. Вот мне хотелось бы, чтобы мы с вами вспомнили очень любопытную коллизию начала прошлого года, когда на одном из заседаний глава республики как-то оценивал работу средств массовой информации, и на информационной ленте одного из агентств появилось сообщение, что глава Чуваши распорядился создать черный список СМИ, пишущих неправду, и дело докатилось даже до Общественной палаты Российской Федерации, где эта коллизия рассматривалась. И вот тогда выяснилось, что имел в виду он, если я правильно понял, он имел в виду, что нужно создать список СМИ, чьи публикации опровергнуты через суд, в официальном порядке признанные неправдой, и вот, может быть, их стоит этот список разместить на сайте Минкультуры. Но список так и не появился. Вот подоплека, что у нас таких СМИ нет, у нас есть СМИ хорошие такие, или просто эта коллизия такой неприятный оттенок приобрела, что сейчас мы хотим о ней забыть, к ней не возвращаться, или что-то еще. Вы знаете, Александр Борисович, не совсем так все было. Вы, поскольку непосредственно участвовали, а я так не был. Не совсем правильная, может быть, информация у вас. Да, вот как это было все? Было заседание, по-моему, Координационный совет по борьбе с коррупцией был при главе. Вот и обсуждался вопрос коррупции, обсуждалась тема вообще освещения СМИ вопросов, связанных с коррупцией, с борьбой коррупции. Вот, и впоследствии, да, действительно, в информационной ленте РИА Новости появилась информация, которая не соответствовала действительности. Мы обратились в РИА Новости в руководство, они с нами согласились, они согласились, что корреспондент их ошиблась, они эту информацию публично опровергли, публично принесли изменения. Здесь все понятно с этим вопросом. Вот, а что касается размещения того самого списка, о котором вы говорите, он был размещен на сайте Минкультуры до 25 апреля, как и положено, вот он там висел, но просто сейчас функции взаимодействия со СМИ, они перешли к Министерству информационной политики, этот раздел, как бы, его нет. А если вы хотите посмотреть, что там было информации, я думаю, в архивах там все сохранилось, можете обратиться. Ну, вообще бы надо было, надо бы посмотреть, поскольку, поскольку, вы знаете, для нас, для сотрудников Советской Чувашии, эта история была болезненная, почему-то сослались на Советскую Чувашию, так получилось, что идет якобы все от редакции нашей газеты, и никто не смог привести примера, собственно говоря, из-за чего сырбор, где-то публикация. Была ошибка какая-то, допущенная. Вот я, честно говоря, сам не помню, что они разместили там на сайте, но там распоряжение было такое, промониторить СМИ, промониторить все публикации, значит, о возбуждении уголовных дел, и промониторить, и чем, и была ли размещена информация в этих СМИ, чем они закончились, эти дела. То есть, ну, там вопрос, он был очень широкий. Там обсуждалась вообще проблема освещения в СМИ борьбы с коррупцией, там приводилась масса примеров, что, значит, с одной стороны, приводился пример, что в СМИ рассказывают о возбуждении уголовного человека там по отношению того или иного должностного леса. А потом никто не говорит, чем закончилось это дело. А может, его вообще, ну, закрыто было, обвинения не подтвердились, может, оно даже до суда не дошло, а может, он был оправдан в суду, а может, он, значит, возбуждался уголовное дело по пяти статьям, а его судили только по одной. Значит, с одной стороны, про это говорили. С другой стороны, Метелин, прокурор республики, говорил, что, да ничего подобного, говорит, только появляется, значит, уголовное дело, как тут же в СМИ появляется куча публикаций о том, какой это хороший чиновник, что его, значит, давят души, что это все по политическим мотивам, там, говорит, очень тяжело работать в такой обстановке. Потом был приведен случай со следственным управлением, да, когда было совещание в Москве, и Чувашию назвали в числе трех лучших регионов по борьбе с коррупцией. Впоследствии появляются в средствах массовой информации, Чувашию назвали в тройке регионов самых коррупционных. И вот обсуждался этот вопрос, и вот потом, по итогам обсуждения, уже было какое-то распоряжение Донора из Михайловны. Я, честно говоря, сам ее не очень хорошо помню. Сейчас оно есть, этот текст распоряжения есть на сайте. А сама информация, она наверняка где-то в архивах Комменкультуры сохранилась. Вот у нас на прошлой программе был председатель Государственного Совета Юрий Алексеевич Попов. И он нас с Юлей упрекнул. Говорит, вот я побывал на одном из новых предприятий, там прекрасное производство, люди вкладывают деньги, развивают в бизнес. Вот о ком надо писать. И Юля, ему говорит, Юрий Алексеевич, дорогой, но если речь идет о людях в бизнесе, мы вот так вот от доброты душевной рассказать о них не можем. Все должно быть на платной основе, иначе мы подпадаем под подозрение, что делаем скрытую рекламу. Я правильно читаю? Да, конечно. И я вспоминаю эпизод, когда наша газета «Советская Чувашия» рассказала о двух молодых чебоксарских ребятах, которые строили бизнес на российском уровне. И что после этого началось? Нас так подозревали, что мы им оказали какую-то скрытую рекламу, что мы на этом чуть ли не руки нагрели. Нам самим пришлось обратиться в антимонопольное ведомство, чтобы они проверили на предмет, есть у нас там реклама или нет рекламы. И вы, кстати, тогда тоже как-то так, ну, с подозрением отнеслись к той публикации. Вот скажите, от чего это идет? Мы боимся, что слишком доброе слово скажем о ком-то? Или что это? Нет, ну, вы назвали это странной публикацией. Я вот дословно цитирую вас. Александр Борисович, вы здесь не совсем правы. Значит, я назвал не публикацию странной, я назвал историю с публикацией странной. Чтобы было понятно телезрителям, о чем идет речь, я вкратце расскажу эту историю. История такова. Значит, в Советской Чувашии появился материал. Появился материал о двух бизнесменах, который не был написан журналистами, а был перепечатан из издания, по-моему, из интернета издания, где публикуются материалы на коммерческой основе. И вот это появление этого материала в газете, который перепечатан бесплатно о бизнесменах, он, в общем-то, и вызвал такую полемику в интернете. Один из комментаторов, я, насколько помню, он так и назвал его, проплаченная джинса. Что такое джинса, чтобы опять было понятно телезрителям? Ну, допустим, журналист пишет материал. Вот я путешественник, я путешествую по городу, значит, ходил-ходил-ходил, гулял-гулял, устал, зашел в какое-то кафе, и там меня ждал сюрприз в этом кафе. Меня там так обслужили хорошо, значит, так меня накормили, так меня напоили. Вот я получил заряд бодрости, и потом вспоминал это кафе до конца своей жизни. А с одной стороны, это вроде никакой УФАС, никакой антимонопольный комитет не докажет, что это реклама. Потому что это, ну, журналист зашел в кафе и решил описать свои ощущения, да, свои впечатления. А с другой стороны, хозяин этого кафе заплатил этому журналисту деньги за эти впечатления. И вот такие материалы, которые, с одной стороны, не являются как бы официальной рекламой, но, с другой стороны, они оплачены, они называются на сленге журналистов, называются джинса. И вот примерно такая джинса, по мнению некоторых читателей, появилась в газете «Союзская Чуваша». Ну вот, это была полемика, это были заданы вопросы, почему газета перепечатывает материалы о каких-то бизнесменах бесплатно, и почему она не пишет бесплатно о наших предпринимателях, о чувашских, которых у нас огромное количество, которые создают рабочие места, которые платят налоги, которые занимаются социально ответственным бизнесом. Вот, ну, я не знаю, вот, странная эта история, или не странная, я ее назвал странной. Я назвал странной, потому что ни до этого ни разу не писали ничего подобного бесплатно, ни после этого не писали ничего подобного бесплатно. Вот, ну, насколько я знаю, вопросы как бы были заданы, но они так и не были, ответы на них получены. Хотя это вопрос, на мой взгляд, это вопрос, конечно, не вопрос коллектива, не вопрос журналистов, не вопрос газет, это вопрос, который надо задать непосредственно руководителям, непосредственно тем людям, которые отвечают за то, чтобы материал шел в номер. И вот мне бы очень интересная фраза сегодня у вас промелькнула, когда вы говорили о гражданском обществе, вы говорили о том, что это много зависит от нашей культуры, правильно это? Вот есть такой очень интересный твиттер главы Чувашской республики. Этот твиттер, насколько я понимаю, не Николай Васильевич ведет? Нет, это твиттер не главы, это твиттер пресс-службы главы. Это твиттер пресс-службы главы, то есть это пресс-служба отвечает на что-то. Вот я хотел бы вам процитировать, очень понравилось, я заглянул в этот твиттер, и вот вы пишете, что там какой-то человек сам задает вопрос, что ему пришлось углубиться в тему, что-то прочитать, все комментарии по данному вопросу, чтобы понять, о чем идет речь, и вы пишете. И это и есть правильно, изучить вопрос вместо того, чтобы писать всякую лабуду в инете. Вот вы считаете, что в данном случае твиттер главы Чувашской республики, он культуру, так сказать, пропагандирует? Ну, это было, да, я с вами абсолютно согласен, это была такая попытка немножко потрафить молодежным вкусом, поговорить на том же сленге, который используют они в интернете. Вы знаете, слово лабуда, на мой взгляд, оно не ругательное, но, на мой взгляд, это слово просто, это сленг, это сленг интеллигенции советской 70-х годов, к которым я себя отношу, вот, но если вы считаете, что это слово какое-то неоднозначно толкуемое, ну, наверное, вы правы, наверное, не стоит использовать в официальном твиттере слова, которые имеют неоднозначное толкование, тут я с вами согласен. Михаил Юрьевич, предлагаю сейчас перейти к Блиц-опросу. Кратко отвечаем на мои вопросы. Итак, вы азартный человек? Нет. У вас есть слабости? Конечно. Где бы вы хотели побывать? Еще не придумал. Вы часто меняете свое мнение о людях? Не часто, но меняю. Я думаю, это нормально, когда человек с возрастом, получая жизненный опыт, приобретая, да, получая какую-то информацию дополнительную, меняет свое мнение. Мне, по-моему, это кажется абсолютно нормально. Вот люди, которые в 50 лет как 15-летние себя ведут, вот это у меня вызывает подозрения. То есть инфантилизм, развитие – это плохо. Так, журналист должен быть. Продолжите. Честно? Что вас может растрогать? Ой, все что угодно. Я сентиментально страшно. Я вообще, подожди, иногда плачу. Когда я вижу фильмы, да. Когда я вижу фильмы, да. Или слушаете песни. Да, слушаю песни какие-то. На самом деле, да. Слушайте, так хорошо. Ничто человеческое нам не чуждо. Ну, что такое? Заключительный вопрос Юля всегда доверяет задать мне. Михаил Юрьевич, у вас есть девиз по жизни? Ваша политическая кредо всегда. Девиз по жизни, да. Все, что ни делать, все к лучшему. Спасибо. У нас гостяк был Михаил Вансяцов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин